Поехали! Продолжаем разговор. Виктор Куприянов пишет Дмитрий, здравия тебе! А как ты относишься к теории, истории Носовского и Фоменко? По их теории Иисус жил вообще в XI веке. Это был якобы Андрей Боголюбский. Не первый раз мне задают этот вопрос. Я вообще разделяю все творчество уважаемых людей на несколько частей. Минимум на 4, правильнее даже на 5. И по каждому из этих частей я ставлю свою оценку, положительную или отрицательную. То есть, на мой взгляд, общая оценка неверна. И более того, нельзя ее ставить. Какие части я бы выделял? Первое – это критика современной истории. Это критика современной хронологии и так далее. Анализ рукописей. То, что там немец Миллер, но выдумывал и прочее. Вы знаете, о том, что идет критика, но я вижу только плюс по этому кусочку. От критики никто не умирал. Она полезна для науки. Поэтому то, что представители школы новой хронологии критикуют, плохо или хорошо – это другой вопрос. Но нужно отметить, что масса критики уже давно превысила критическую. И со многими критическими оценками я, естественно, согласен. Второй кусочек – это метод математического анализа источников. Опять же, в этом методе я не вижу ничего плохого. Что самое смешное, если этот метод применить к ним самим, у них тоже появляются, скажем так, неточности и вопросы. Но появился метод математического анализа. Хорошо же, да? Один метод больше – что плохого-то? То есть, этот блок я отношусь тоже положительно. Третье – они озвучивают какие-то малоизвестные факты, гравюры, карты. Не столь много, да, честно могу сказать, но озвучивают. То, что официальная история боится, просто трясется, да? Значит, они озвучивают. Тоже хорошо, как бы, да? То есть, в чем проблема? Нет. И, наконец, четвертое, собственно, и вопрос слушателя относился к четвертой группе – это реконструкция истории. Вы знаете, действительно, очень многих людей, когда они слушают вот это складывание 200-400 лет, повергает шок. Я не сторонник этого складывания. Да, есть проблемы у той временной логики Скалегера, но это отдельная проработка должна быть. И я не готов по ней отвечать, потому что не чувствую себя в ней компетентно. Но вот это сложение, что Иванов этого века – это Петров того века, на мой взгляд, оно ошибочно. Вот как-то так. Алексей. Хорошо. Далее идем. Олег вопрос тебе задает. Здравия, Дмитрий. Есть сведения, что на землях Белой Руси, то есть Белоруссии, принятие христианства прошло более мягко, чем на остальных землях Руси, так как некоторые жрецы рассматривали Иисуса как предпочтенного посланника Бога Крышиня. Впоследствии многие из этих жрецов были причислены к лику святых, а народное противостояние было в основном против монахов-миссионеров, которые не знали ни языка, ни обычаев местного населения. Как ты истолкуешь подобные сведения? Благодарю. Ну, во-первых, давайте мы разделим церковь православную или правоверную, это более верно, до IX века и та церковь, которая пошла после IX века, та церковь, которая пошла после похода Батая XIII века. Это все-таки все разные направления христианства. И они очень часто друг друга не просто называли язычниками, а, мягко говоря, друг друга убивали. То есть, еще раз говорю, что одно направление, другое считало язычниками и относились хуже, чем к мусульманам или к настоящим язычникам. Значит, про то, что у нас здесь, на севере, была достаточно многочисленная церковь, исток, которая относится к Андрею Первозванному, я вот сейчас говорил. И то, что действительно ее приняли местные волхвы, и то, что для народа она была, ну, скажем так, не противоречащая тем идейным принципам, которыми жил народ, это да, это все правда. Да, значит, ведь посмотрите, что у нас, ну, скажем так, сейчас происходит по соотношению. Вот давайте назовем честно. Что-то вот христианская святая Троица, Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, вот это единство трех сущностей, вот с точки зрения науки абсолютно то же самое, что языческий триглав. Там ведь тоже только один Бог, Сварог, Отец Света, Вседержитель, да, Отец Творения, который своей всетворной любовью ладал, создал первоначальное бытие. Там тоже есть один Сын, Дальше Бог, то есть Солнце. Да, нету различий, понимаете, нету. Вот главное. Названия разные, суть одна. Да, молитвы, может быть, разные, но суть одна, еще раз говорю, да, что христианская святая Троица, что языческий триглав. Это одно и то же. Все как у христиан, что язычники одинаково. Понятно, что там, если мы будем читать западников со всякими бредятинами, которые называли триглав существованием с тремя головами и так далее, да, и, опять же, моральные нормы славян, в принципе, это то же самое, что десять заповедей христиан. Это один к одному. Почитайте, одно и то же. Понятно, что это все приняли. А, значит, если приходил священник другой, абсолютно другой христианской религии, да, его встречали в штыки. Давайте я попытаюсь объяснить разницу, может быть, это там немножко в теологию, да. Есть принципиальное отличие. Оно относится по отношению к греху. Есть первый принцип. Ты согрешил, ты идешь в церковь и ты каешься. Да. Вот католическая церковь на эти грабли наступила полностью. Вспомните восстание того же Яна Гуса. Хотя в чего они возмущались? Тем, что католическая церковь торговала просто за деньги, торговала индульгенциями. Просто вот легко и непринужденно, цинично. А, значит, если верить альтернативной точке зрения, которая достаточно близко, значит, к тому, что у нас было, то в церкви Андрея Первозванного было все-таки не так. И у староверов тоже это было не так, да. А там было так, если ты совершил грех, ты должен исправить последствия. Исправить, чтобы этого не было. Понимаете, вот разница принципиальная. Не отдать денег и купить себе индульгенцию, а исправить последствия, то, что ты натворил. Вот оно. Принципиально теологическая разница. И понятно, что разные христианские священники со столь разными взглядами, да, они в мире, конечно, не жили. Алексей. Хорошо. Далее. Адель вопрос в эфир задает. Кто написал первую Библию и когда? Заранее спасибо. Хороший вопрос. На сегодняшний момент нужно сказать так. Не было единой одной Библии. Были воспоминания об учителе. Давайте скажем так, да? Они же Евангелии. Значит, каждый из учеников оставил свои воспоминания об учителе. Да? Значит, при этом нужно отметить, что сначала это были устные воспоминания. Да? Значит, и есть многочисленные свидетельства, что все это в письменном виде было написано многие века позже. То есть, понимаете, есть устная Евангелия, 72 штуки, которые на сегодняшний момент известны, и есть какие-то письменные, которые кем-то когда-то записаны. Значит, поэтому говорить о том, что, значит, вот сейчас я так легко назову год, я не назову год, потому что, на мой взгляд, он неизвестен. Да? Император Константин, как я уже сказал, да, значит, он вводил христианство. Значит, при нем чистились те записи, которые были написаны. Пример по тому, как выкидывалось из всевозможных Евангелиев данные о поедании мяса я уже приводил, да? Только потому, что мать Константина, значит, там, любила мясо, да? Значит, то есть, вот, в принципе, вы можете считать, что время императора Константина, значит, это и есть то время, когда появилось Святое Писание, когда четыре Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и Иоанна как-то вместе состыковали и выкинули куски, которые, ну, сказать, не совпадали, да? Расхождение выкинули, да? То есть, оставшие шестьдесят восемь просто отвергли и получилось, да? Еще раз говорю, что вот, ну, сделали четыре, да? Просто поймите, есть, кроме четырех, есть Евангелия от Фомы, от Петра, от Филиппа, от Марии, об Андреи Пирозванном я уже говорил, от Никодима, да? Я уже молчу, между прочим, что есть Евангелия от Иуда Искариот, да? То есть, Константин жил в конце третьего века, 280-й, 337-й годы, а Никейский собор был 325-й год. То есть, ну, считайте, дата основания 325-й год, когда ее так почистили Библию. Ну, как-то вот так вот. Еще раз говорю, что мы не можем сейчас, с учетом многочисленных цензур, называть точные даты, но где-то так. Где-то так. Понятно. Идем дальше. Вопрос от Олега. Дмитрий, ты как относишься к исследованиям историка Алексея Хрусталева, что Иисуса распяли во Франции на горе Мон-Мантр, Мартр, и, соответственно, христианство появилось не ранее 11-13 века. Эту версию подкрепляют такие факты хроники записи римских пап. Папского престола, начинаются только с 12 века. Ради углеродный анализ плащаницы Первый Новый Завет появился в 1503 году. Крестики с изображением христианства ранее 12 века не встречаются, а также многие топонимы и гидронимы, указывающие, что евангельские события происходили на землях Галлии, то есть Франции. Благодарю. Вы знаете, я плохо к этому отношусь, потому что кроме вот тех вещей, которые вы перечислили, есть другие вещи, которые бьют это козырным тузом. В первую очередь я хотел бы отметить совершенно другие климатические условия. я еще раз хочу отметить, я упоминал об этом в своей книге не раз, что и в средние века, и еще во власти чингизидов и тартарии было совершенно другой климат, совершенно другие климатические условия. Именно тогда у нас в Сибири было тепло, не было льдов в Арктике, было тепло, подчеркиваю. Барон Детоль нашел на Новосибирских островах, где сейчас минус 60, с Близубого Тигра и фруктовое дерево. Там немерено такого, просто вот, естественно, раскопки старались не вести, но тем не менее, фактов море. А в Европе было холодно, очень холодно. Вот так как у нас сейчас где-нибудь в центре Сибири, так было в Европе. То есть был повернут, Северный полюс был несколько в другом положении. Вы посмотрите, собственно говоря, историю движения Северного полюса. Он движется, причем движется скачками, к сожалению. Эта теория была подтверждена Альбертом Эйнштейном. Она движется, то есть раз в определенный период времени совершается двиг земной коры. это достаточно известная теория, более того, она подтверждена многочисленными археологическими и ледниковыми данными. То есть, понимаете, если вы сейчас в центре Индийского океана, где экватор до сих пор не может растаять лед, только потому, что там был Южный полюс. То есть, это не так много времени прошло. Собственно, одна из проблем, тем, что когда сдвинулся Северный полюс, удар пришелся по Тартарии. Холодно стало. Кто погиб, кто ушел. Кроме бесконечных гражданских войн, был удар климатический. И поэтому то, что было во Франции, ну, холодно там было. Да, там начинало теплеть, собственно говоря, как я уже не раз говорил, Европа начала себя осознавать с X-XI века как личность. Именно с XI века пошли на скоки сначала, потом крестовые походы массовые, и, наконец, экспансия на восток. Нас вышибли, силы оружия вышибли с побережья Южной Балтики. Я не устаю об этом повторять. Вот этот вот лживый запад нас крестовыми походами выгнал с наших земель на юге Балтики. Это палапские славяне, которые в большинстве своем были уничтожены. Да, они были язычниками. Это та самая знаменитая языческая аркона. Была Дунайская Русь. Где они все? Они все уничтожены. Что же касается крестиков и всего подобного, вы смотрите на крест с сегодняшней точки зрения. То есть вот тот крестик, который действительно крестик. даже крест у староверов он другой. Я не знаю, шокировали я вас, если скажу, что раньше кресты были вилейскими. То есть это не прямой угол, а это вот такие, как барага вот такие, да, вот в разные стороны сделаны. Вот. Если вы посмотрите на старые кресты, которые случайно иногда появляются из-под земли, до никоновского времени, вы видите не прямоугольный крест, а именно велейский, велюйский, там, ну, неважно, как это назвать, как бы, да, вот именно вот такой кривой. И вот таких вы найдете немеренно, просто немеренно. А с перпендикуляром, да, их меньше. То есть просто вы не там смотрите, понимаете, а значит, вы смотрите один вид креста, нужно смотреть другой. Вот и все. Опять же, у нестариан вообще другое отношение было и к крестам, и к молению. Если вы хотите посмотреть, как молились раньше нестариане, Христу, между прочим, да, вы можете подойти, посмотреть, как молятся сейчас мусульмане, один к одному. Обряд сохранился, только теперь он используется в мусульманстве. Вот так вот, Алексей. Еще надо учитывать, что есть понятие крестьяне, а есть христиане. Вот христиане это слово Христос, а крестьяне это те, которые жили по кресту. Напоминаю, что главные праздники всегда, которые были связаны с движением солнца, отмечались по кресту. Зимнее, летнее, осеннее, весеннее. И с этими же днями было связано как раз и посевная, и окучивание, уход за урожаем, уборка и хранение, переработка. Вот недаром крестьяне, это те, которые живут на земле, возделывают, обрабатывают землю, называются крестьянами, потому что они по кресту живут. И наши предки крест всегда очень высоко поднимали и очень чтили. А христиане к кресту имеют отношение только по тем преданиям, по которым говорится, что на кресте Христа распяли. Поэтому христианство и крестьянство они могут в чем-то пересекаться, а в чем-то не соответствуют друг другу. И мало, наверное, кто-то догадывается, что в некоторых рукописях, которые были написаны изначально не по-русски, а потом переводились кем-то на русский или славянский языки, слово христиане было заменено на крестьяне, а крестьяне было заменено слово «христиане». Но, скорее всего, в обратную сторону. Все-таки крестьяне на христиане было заменено. Вот и получилось, что везде у нас присутствуют больше христиан, чем крестьян. Но вот это отдельный разговор, и не хотелось бы сейчас переводить на него так глубоко все мысли, потому что тема и так насыщенная, интересная, но этот фактор, наверное, надо учитывать. Идем дальше. Адель, Иоанн, вопрос Адель задает. Иоанн – это еврейское происхождение имени или славянское Иоанн? А почему оно вдруг стало еврейским? Понимаете, есть многочисленные факты от древних историков, от тех летописей, которые были. что на временной шкале, настоящей временной шкале, подчеркиваю, в этой временной шкале первыми были те народы, которые вышли с общего материка. И понятно, что это была масса народов, но тем не менее это есть и в отдельных частях той Библии, которая считается, скажем так, потерянной или еще какой-то, потому что периодически находит. Иоанн это славянское. Если быть точнее, славяне его переняли от арийцев. Было там такое имя. А начиная уже с тех веков, которые мы уже как-то можем анализировать, мы его постоянно видим до того момента, как евреи прописали это в тех или иных летописях. Просто поймите, в летописях четко написано, что когда появились евреи, об этом пишут историки, подчеркиваю, это не мои фантазии, не мои выдумки, когда появились евреи, славян уже было, их много было уже. Вот так. Другой вопрос, что это очень не нравится, очень многим на Западе это не нравится. И приложена масса усилий, чтобы наша история началась в 9 веке. К этому приложил усилия и западник Петр Первый. Одно изъятие пяти с половиной тысяч лет из нашего календаря чувствует. Но таких вещей много, просто они постепенно копились, копились, и теперь мы задаем подобные вопросы. Поймите, у нас очень древняя история, очень древняя, которая, к сожалению, на сегодняшний момент очень много из нее забыто и утрачено. Алексей. Я вот всегда, когда мне говорят про нашу якобы молодую историю, я всегда задаю вопрос, ну скажите, пожалуйста, вот какое исчисление идет по восточному календарю, ну даже в той же самой церкви, мне говорят там семь тысяч, пятьсот там и так далее, я говорю, хорошо, а иудейский календарь, ну там поменьше, здорово, а если мы берем староверческие различные календари, там и тринадцать тысяч лет и многие-многие другие, чуть ли не до миллиардов лет, уход туда вглубь, это получается так, кому-то не понравилось, что кто-то здесь чуть-чуть пораньше оказался, и как маленький ребенок, он доказывает своему старшему брату о том, что ты не прав, вот ты родился на три года раньше, чем я, ты вот на три года старше меня, но мне это не нравится, и поэтому я делаю так, я перечеркиваю твою дату и вписываю, что я вот родился раньше, а ты позже, ну это же бред, это же детский какой-то подход к жизни, когда перечеркивание дат якобы изменяет ход вообще всего прошлого и нашего наследия, если кто-то сомневается в этом, то пожалуйста поищите, там покопайтесь, я думаю можно много чего интересного найти, если кому-то не нравится, так это ваши проблемы, это не наши, но нашими они стали тогда, когда многие из наших родичей и братьев и собратьев поверили в это, и старшие братья сказали, да-да-да, мы родились позже младшего своего брата, да-да-да, и еще дедушка наш тоже позже нашего младшего брата родился, потому что младшему брату не нравится, когда кто-то старше его, ну вот такой у нас детский подход возобладал, и многие, к сожалению, повелись на это, и ведут себя как малые дети. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Какова суть нестарианства? Есть достоверные источники, насколько это учение отличается от современного христианства? Но все-таки немножко меня неправильно слушали. Значит, смотрите. Нельзя так говорить и нельзя так делить. Есть христианство, которое делилось на четыре направления в процессе своего развития во все эти века. Это все христианство. И первое направление христианства, и второе, и третье, четвертое, это четыре разных направления христианства. То есть нельзя сказать, что что-то является христианством, а что-то нет. Это все христианство. Арианское направление это христианство. Это просто христианство арианского толка. Нестарианское тоже христианство. Христианство нестарианского толка. Значит, католическое и православное это тоже христианство халкидонитского толка. Это всё христианство. Но здесь очень глубокие вопросы, в двух словах, может быть, я не отвечу, я просто вкратце попытаюсь. Арианское направление утверждало, что Иисус Христос отворён Богом и, следовательно, имеет начало своего бытия и неравен ему. Но нестарианцы говорили, оно признаёт полную симметрию Бога-человечества Христа, и две его не слитные по настасе, две природы – Бога и Человека. Монофизитское направление, или по-другому, евтихианство, оно отрицает человечество Иисуса Христа и почитает его только Богом. Ну, халкиданитское, нынешнее католическое, православное, протестантское, вы, наверное, сами знаете. Вот такое различное. И кроме этих четырёх я бы ещё отдельно относил учение, которое проповедовал Андрей Первозванный, потому что оно, в принципе, всё-таки немного другое. Я бы сказал, что это пятое направление христианства, о котором вообще не принято говорить. Хорошо. А как ты можешь охарактеризовать, какое из этих ветвей христианства наиболее близко к ведическому направлению, то, что сейчас почему-то называют языческим? Я бы однозначно ответил это учение Андрея Первозванного, потому что оно действительно очень близко к тому, что было. Здесь я бы назвал не ведическим, я бы назвал к тому, что было у многочисленных наших предков, неважно, как это назвали сейчас. Потому что те названия, которые есть, они названы сейчас. И язычество, и правоверие, и православие. Значит, просто у наших предков оно несколько по-другому всё это было сделано, совсем по-другому. Вот давайте мы разделим, что до вот этих четырёх, ещё раз говорю, Андрея Первозванного мы выделим за скобки, до этих четырёх направлений было мировоззрение, миропонимание. Это не было религией как таковой. Это мировоззрение такое. То есть я считаю, что наши предки не верили слепо во что-либо или кого-либо. То есть они не считали себя изделиями Бога, вещами, рабами Бога. Они мыслили себя как потомки Бога. Вот моё мнение такое. То есть они просто считали себя внуками Божьими. То есть слово «вера» имело другой смысл. Знать, как всё устроено, просветление знанием и так далее. Собственно говоря, вот та самая богиня Тара. Что говорили? Мы дети Тарха и Тары. Откуда ли иногда есть фраза о Тархтарах, да? Мы дети Тарха и Тары. Тартария. Вот. То есть там делилось на явь мир явный, на правь мир идеальный, на наявь мир духов и так далее. Вот. Значит, языческую её назвали, потому что она передавалась из уст в уста. Во языцах. Понимаете? Вот корень. Откуда пошло слово «язычество». Во языцах. Из уст в уста. И всё. Вот как-то так. Да, по-современному народническое получается. Если язычество перевести на современный язык, то вот язычество – представитель народа, да? Если языческое передаётся во языцах, то это как бы во языцах передаётся народ внутри народа, как предание, сказание. И очень хорошая точка у тебя поставлена, прямо вот на неё следует, наверное, всем обратить внимание, что на Руси религии не было. Были варианты верования, варианты представления о чём-либо, но не религия. Религии появились намного позже, когда были сломлены определённые устои. Но не нужна была нашим предкам религия ни в каком виде. Была вера, было представление, была, вот как говорят, веда, хотя говорят там это индусы, да нет. Веда означает мудрость, мудрость, то есть вера, от всего идёт, то есть ведание первичной божественной сияющей мудрости. Вот это и есть слово вера. Ну зачем, когда ты непосредственно связан со своими предками или с богами и мудростью Божьей обладаешь, зачем тебе нужна ре, то есть повтор, лига, связь, повторная связь? Ну глупо же иметь какие-то великие знания, и после этого, когда у тебя эти знания все сидят в голове, когда ты уже какой-нибудь там академик, который много что знает, идти в первый класс, садиться за парту и смотреть в училке в рот, как она будет тебе что-то говорить. Повторно тебя будет связывать с знаниями, то есть создавать некую религию. И если ты и так без неё это знал, мало того, ты для этой училки ещё когда-то что-то написал, какой-то учебник или статью в этом учебнике. Вот примерно то же самое происходит сейчас и происходило раньше. Когда люди ведали, то есть знали, и это для них была вера, некий образ жизни, представлений, укладов, и потом вдруг после определённых обстоятельств они стали вторгать себя, ввергать в религию. То есть повторное соединение с чем-то. Так что вот эти слова дорогого стоят. Благодарю. Дальше. Солнце тут задаёт такой вопрос. Дмитрий, здравствуй. А если не секрет, какая картина висит у тебя на стене? Благодарю. Я так понимаю, что это коврик там какой-то у тебя висит. Вы знаете, это не картина, это ковёр небольшой со старой репродукцией известной картины «Медведи». Помните, там медвежата такие по бревну бегают. «Мишки в лесу». Да, «Мишки в лесу» вроде называются. Хорошо. Написано двумя художниками. Один сначала написал сам лес, а в другой нарисовал медведи, медведица с медвежатами. Вопрос, кто помнит, напомните. А то вот так вот многие даже об этом и не имеют представления. Напишите, блесните знаниями. Что эти за два известных художника? Дальше. Олег Семенюк. Вопрос эфир. Известно, что воины – это высшая каста славян. Они первыми вступают в бой, отдают жизнь за родину, землю, родичи и после смерти попадают за свои ратные подвиги в сваргу причистую. Но в преданиях средних веков уничтожение врагов во имя спасения родины все равно считалось грехом, и богатыри впоследствии становились монахами. Тот же Илья Муромес уходили в горы, в пещеры, выбирали отшельничество, отмаливали грехи. Поэтому во многих преданиях разных народов главный герой, воин в конце рассказа погибает. Но разве можно ставить на одни весы уничтожение врага и убийство невиновного? Благодарю. Понимаете, вы опять смотрите, я когда говорил различия, различными направлениями, попытался как-то так по-рабочий, крестьянски, может быть грубо их описать. Я попытаюсь еще раз это повторить. Есть грех, и можно его замаливать, а есть грех, и ты потом пытаешься исправить последствия. Так вот, в данном случае, и это было и у наших предков, и это было в христианской церкви Андрея Первозванного, имеет место второй вариант. Да, он может быть врагом, но это живая сущность, и человек потом пытается исправить последствия, те или иные. Ну, как он может, как у него получается. То есть, понятно, что есть священная защита своей земли, есть священная защита своих семей, своих детей, но это одна сторона медали. А вот исправление, значит, того, что ты сделал не очень хорошего, вспомните, значит, заповедь «Не убей». Есть такое? Есть такое. Вот, это уже другая сторона медали. Поэтому, действительно, очень много больших воинов в конце жизни становились монахами, потому что, значит, они так воспринимали свой долг, и они так считали, что вот они так могут каким-то образом исправить то, что, значит, они были вынуждены сделать. Еще раз подчеркиваю, убийство даже ради защиты собственной земли – это, значит, вынужденная мера, а не радостная мера, понимаете? Вот разницу нужно делать. Вы вынуждены защищаетесь от врагов, не потому что вам это хочется. Как-то так. Алексей. Здесь у нас в чате разговор идет про Орду, про Орден и так далее. Орд означает порядок, Орден, Ордер, Одини, Орды, Одра и так далее. Так вот, как раз, когда мы говорим про Орду, вот они пришли, когда Орда, да, они пришли наводить порядок, то есть вернуть то самое двоеверие, чтобы никто никого не угнетал и чтобы восстановить порядок. Вот это как раз Орда и была. Но кто-то эту Орду называет совсем с другой точки зрения. И мы прекрасно понимаем, кто это. Ладно, идем дальше. Олеся, здрасте. Вопрос – а мы от греков произошли? Нет, Олеся, от обезьян. Олеся, у меня есть специальная глава, рассказывающая о том, как развивались племена и как, в книге я имею в виду, есть, да, и как они расходились по нашей земле. Значит, эта глава есть не только в книге, она есть в интернете. Ну, там 20% книги можно, как бы, вывесить в интернете. Я буквально в двух словах ее повторю. Значит, на сегодняшний день, значит, есть официальная лжетеория о том, что наши предки вышли из Африки. Подтверждение этому одно единственное, всего одно. Это раскопки кенийского антрополога Луиса Лики. Ну, Луиса, да, Луиса Лики. Он там накопал в 30-е, 50-е годы 20-го столетия определенные каменные орудия. Их возраст от 1,9 до 2,2 миллиона лет. И вот все это, как бы, так и идет, да. А вот только в сентябре 1982 года, 1982, на правом берегу реки Лена, да-да, там, где Якутия, да, значит, в Приленской археологической экспедиции ее начальник Юрий Мачанов, Сибирского отделения Академии наук, было найдено самое древнее население наших предков на Земле. Самое-самое древнее. И возраст определен в 3 миллиона лет. Да, то есть минимум на миллион лет больше. Минимум на миллион лет. То есть в Сибири человек появился раньше, чем в Северной Африке, на миллион лет. То есть, вы достаточно, если захотите, можете посмотреть карты Гипербореи о климатическом, скажем так, изменении, о проблеме изменения климата, сдвиге полюсов я уже упоминал. Там, где сейчас холодно, еще не так давно было очень тепло. Ну, не так давно не по нашим с вами меркам жизни, да, а с точки зрения истории. Совсем недавно. И оттуда пошло расселение людей. Греки – это, ну, как вам сказать, знаете, такая захолустная деревня. Просто захолустная деревня. И не только греки, но и там распальцованная Франция, свои мушкетерами и прочее. А вы никогда не читали кусочки из писем дочери киевской князей Анны, которую отправили замуж французскому королю, да? Как она писала? В какое ужасное место ты меня послал? Вот. Грязь. Значит, жилища ужасные. И вокруг там сплошные уроды, можно сказать. Я так немножко утрирую, да? Вот. То есть, это все окраины мира, понимаете? Центр был там, где сейчас холода. Центр был на северо-востоке нашей Евразии. Вот там все это было. Часть ушла под воду. Есть карта затопленных территорий. Значит, она достаточно известная. Это научные исследования. Опять же, это не фантастика, не фэнтези, да? Почитаете исследования профессора Линдберга. Там сколько затопило суши. А дальше берем его исследования, карту затопленных территорий. Берем какую-нибудь средневековую карту. И опа! Они совпадают один к одному. Вот так вот случайно как бы, да? Вот там истинная родина людей. Откуда они расстелились по всей земле. И когда вы читаете в какой-нибудь старой-старой древней истории «Черные люди в устье Нила», это не означает негры в Египте. Это будут кара Китаю в нашей Сибири. Понимаете? Просто, ну, изменилось все очень сильно, поймите это. Очень сильно. И в первую очередь климат. Климат обалденно изменился. Опять же, при сдвиге полюсов меняется немножко геология. Обратите внимание, полюса немножко приплюснут. Это достаточно сильно двигает плиты. Плиты нашей земной коры. И те горы, которые были большие, станут маленькими. И наоборот. Пропадут и исчезнут целые моря. Это очень сильные климатические изменения. И понятно, что люди при этом гибнут, что-то теряется. Тартария получила один из смертельных ударов таких. Но люди все шли отсюда. И есть масса свидетельств. Только можно их не замечать. Вот они лежат под ногами. Можно верить вот той фальшивке, которую нам подсовывают уже 300 лет западники Романовы, которые написали нам немцы-фальсификаторы. Всякие там Миллеры и прочие. Алексей? Ты очень хорошо подметил о том, что многие люди относятся к тому, что находится на земле, как маленькие дети, которые также относятся, например, к зиме. Но вот нравится маленькому трехлетнему ребеночку снеговичок. Вот нравится ему ладошками снежок лепить. И он думает, ну все, вот так было всегда и так будет всегда. Ну, какое-то время это продолжается. Он играет снеговичков, играет в эти снежочки. А потом вдруг наступает весна, и снег ведь тает. И он начинает расстраиваться, слезки льет. Ах, как же так? Вот у нас многие люди как дети себя ведут. Думают, что вот как они сейчас живут, так было всегда. Вот так было всегда. И земля была такой, и ничего не менялось, и климат не менялся, и какие-то там горы не поднимались, не опускались моря, не приходили, не отступали. Вот так было всегда. И такое детское мировоззрение, оно мешает воспринимать мир с точки зрения ведического его представления, как оно есть. И мы не можем понять, а как же тогда могли люди жить вот так вот? А как они жили вот так вот? Такого же не может быть. И что это за артефакты такие, которые мы не можем понять и объяснить? Да все очень просто. Земля меняется. Вот представьте, если вас положить на спину и попросить, чтобы вы не двигались. Долго вы сможете так на спине-то пролежать? Все равно захочется перевернуться на бочок. Но ведь земля тоже живая. Она тоже хочет перевернуться на бочок. И она поворачивается. А когда поворачивается, где-то что-то выпирает, а что-то выходит в сторонку. Ну, такой детский пример для детского понимания. Но, во всяком случае, мне кажется, вполне наглядный. Только поворачивается она намного реже, чем крутится человек в течение ночи. А по поводу Анны Ярославны, там много очень ничего интересного она написала о своем батюшке. И, в частности, есть такое упоминание. Французы совершенно не знают, что такое печь. У них сложены все вот эти устройства из камня. Ну, камины, то есть. Которые чадят, которые много дров жрут. И, в общем-то, ну, жрут, это я от себя добавляю. И которые, в общем-то, абсолютно не приспособлены для обогрева. Больше дымят, нежели чем от них тепла. И как-то я пригласил вот этих самых мастеров французских. И попросил, чтобы они сложили нашу печку. Они сказали, мадам, это невозможно. Ну, я тогда им нарисовала, говорю, вот так, вот так, вот так. Они меня посмотрели и сказали, мадам, это невозможно. Ну, говорю, ну, как же невозможно. Вот огонь, он закрытый будет там. Вот это все объяснило, куда огонь идет, куда дым идет. Они опять сказали, мадам, это невозможно. И, пожалуйста, не говорите никому. Иначе к вам придут из Инквизиции. Они посчитают вас ведьмой. Потому что внутри дома огонь не может так гореть, как вы показываете. Вот это воспоминания. Почитайте. Я думаю, там много-много чего будет интересного. Я добавлю, Алексей, пару слов. Я еще раз говорю, я очень люблю исторические факты. Так вот, ну, вы знаете, кто такой Платон, конечно, да, уважаемые слушатели. Так вот, Платон прямо писал об эпохе, когда Солнце всходило на западе и заходило на востоке. Но потом все стало наоборот. Что это? Переворот земной оси. О том, что восток стал севером, а земля перевернулась, есть в египетских папирусах. Почитайте магические папирус Хариса, папирус Ипувера, папирус Эрмитажа. Там это вот черным по белому написано, понимаете? То есть, ну, это не фантазия, это не фэнтези, еще раз говорю, да? Это было, это случилось. Земля поворачивается, полюс меняется. Только так вот, Алексей. Да мало того, у нас постоянно что-то меняется. Вот если, например, в округе на ближайшие там 100 километров, где я живу, года два назад, ну, там, два-три года назад колодцы вообще почти пересыхали. То сейчас колодцы стоят полностью наполнены, вообще чуть ли не до самого верха. Как такое может быть? Что это? Это не просто паводок, это приход воды такой, да, достаточно серьезный. Сколько лесов погибало, когда вода грунтовая уходила? Сейчас прирост воды. Откуда она взялась? Почему именно сейчас в наших местах подъем такой воды на 6, на 8, на 10 метров в колодцах вода поднялась? Понимаете, это же, ну, не просто так. То есть, есть малые циклы, есть большие циклы. И поэтому надо понимать, земля, она также подвержена определенным изменениям, как и внутри себя самой, так и снаружи. И поэтому все это меняется, все это изменяется. И нельзя говорить, что вот как сейчас, так и было всегда. И уверяю вас, что мы сейчас живем во время перемен. И многое зависит от того, как мы мыслим и что мы делаем. Вот если мы как маленькие дети останемся, как только потребители и паразиты, к чертовой матери нас спустят в унитаз истории. Вот просто без сомнения, без страданий спустят, и чтобы мы уступили место под солнцем тем, кто будет помудрее, чем мы. А если мы будем себя нормально вести, то мы тогда возьмем тех людей, которые приходят, ну, как своих друзей, и дадим им возможность здесь что-то улучшить, то, что мы пока еще не смогли сделать. Мы хотя бы к этому будем стремиться. Вот задумайтесь об этом. Сейчас все зависит от нас самих, для нас же самих. Имейте в виду. Далее. Виктор Куприянов. Вопрос эфир. Дмитрий, поведай, с чем связано описание в истории ухода князей из земной жизни с химниками или монахами. Благодарю. Вы знаете, это относится к той же самой тематике, которой мы буквально несколько вопросов назад обсуждали о войнах. Значит, человек живет определенной жизнью. Ну, вот в данном случае князь, он принимает решения иногда, достаточно жесткие решения. Иногда решения жестокие. Подчеркнуть, чем дальше вглубь истории, тем решения все более и более жестокие. Ну, время было такое. После этих вот решений в один прекрасный момент у человека наступает, ну, что называется, край. Он не может больше тянуть на себе этот груз. И он уходит. Он уходит, еще раз говорю, можно по-разному называть его дальнейшие действия. У наших предков это называлось попыткой как-то, хоть как-то исправить то, что он сделал нехорошее. Исправить, принести в мир благо, принести в мир добро. Еще раз говорю, князь – это жесткая должность. Помимо большой власти, еще и делает достаточно жестокие вещи. И за них потом приходится платить. Алексей. Ну да, надо еще понимать, что у нас все упростилось до понятия князя. На самом деле у нас был и хан, и князь, и царь, и воевода, и боярин. И каждый на своем месте за что-то отвечал. Князь больше находился в поддержании ясы. Князь, то есть яса, который отвечал за правопорядок. Это тот, который отвечал за порядок в первую очередь. Король, другое немножечко отношение мило, он больше на Западе присутствовал. Кому интересно, потом расскажу, чтобы сегодня не занимать эфир. Боярин свое, хан свое, это больше военное направление. И так далее, и тому подобное. У нас все это упростили, больше так князю привязали. Но здесь я абсолютно с тобой согласен с тем, что когда человек находится на какой-то должности, да еще эта должность совпадает с тяжелым временем, то тогда человеку приходится чем-то, ну не то чтобы рисковать, он всегда рискует, а чем-то жертвовать. Вот как идет, представьте, война. И воюют два царства государства. Ну берем там Вторая мировая война идет, да, и воюет вся Европа Советским Союзом и союзниками. И мы часто встречали такие случаи, когда полководец или генерал жертвовал каким-то подразделением, чтобы спасти армию, чтобы сделать прорыв, какую-то операцию правильно провести. Сколько таких случаев было? Неужели эти люди были мерзавцы, и они не жалели людей? Да сомневаюсь. Но те поступки, которые они совершили, тяжелым грузом лежали на них. Ведь они пожертвовали людьми даже во спасение Родины, даже во спасение своих полков, армий. Но это были жертвы, и они их послали на смерть. Вот представляете себе, как человек уживется, который отдавал приказ, например, батальонам переправляться на какой-то плацдарм, делать там такие действия, которые показывали противнику, что здесь будет главный удар, и батальоны эти погибали, потому что все основные силы противника на них направлялись, и они просто сдавливали их, уничтожали. Но за счет того, что основные силы врага были переориентированы в ложные направления, и сражались только с батальонами. Целая, например, армия или целый фронт основной удар наносил в другом месте. Но победа, да, победа, но что делать с теми, кто погиб? Как вот этот генерал себя будет ощущать, когда он понимает, что на его совести сотни погубленных человеческих жизней, у которых могли быть дети, или дети остались сиротами, или жены остались вдовами. Вот как он с этим до конца своих дней будет жить? И в те времена, когда религия или вера более свободны были, а не как, например, при Советском Союзе, когда так втихомолочку, так шепотом можно было говорить про свое вероисповедание, тогда люди проще делали. Когда он по праве снимал с себя полномочия, он просто уединялся от этого места, где был, и посвящал свою жизнь в молитвах, какому-то служению, чему-то такому, что уже его отводило подальше от своих воспоминаний и переживаний терзаний. Поэтому не все князья, не все бояре уходили, или ханы в монастыри, или там в скиты куда-нибудь. Нет, уходили те, которые чувствовали, что на их совести какие-то такие страшные деяния, даже если они во славу Родины, даже если во спасение родов, все равно жизни загублены. Так что не надо здесь все так односторонне воспринимать, и надо подходить к этому вопросу очень-очень с глубоким пониманием. Ну что ж, еще у нас последний вопрос от Подсолнуха. Он пишет, как вписывается народная, свастичная в кавычках символика, сохранившаяся до наших дней по всему миру в теорию, в кавычках древней христианской Руси. Ну, я уже немножко упоминал, как она вписывается. С одной стороны. С другой стороны медали нужно отметить, что старая Русь уничтожена. Как я уже говорил, отдельные ветви христианского направления, из этих 4 плюс 1, они друг друга считали еретиками и всячески уничтожали. Я подчеркиваю, всячески. Поэтому я бы сказал, что с нашими древними обычаями прекрасно сочеталась церковь Андрея Первозванного, христианская церковь. Какие-то моменты сочетались у арианского направления, какие-то моменты у нестарианского направления. Там они все-таки отличаются. А в итоге все это вылилось, переработалось и вылилось на Руси в то, что сейчас называется старое обрядчество. То есть вот многие века и различные те или иные компоненты православия, они превратились именно в то, что сейчас называется старое обрядчество. Еще раз напомню фразу. «Да здравствует русское познание Бога». Это известная фраза. Вдумайтесь в нее. То есть наши пастыри духовные, которые здесь были, они достаточно творчески перерабатывали эти различные направления православия. Да, к огромному сожалению, патриарх Никон и Романовы сделали все, чтобы народное православие по возможности уничтожить. Я, честно говоря, снимаю шляпу перед глубиной веры тех священников, которые шли на костер иной раз добровольно во времена Никона пытаясь защитить старое обрячество. Потому что пойти ради своей веры на костер нужно иметь очень большую силу духа и очень большую веру. Да, потому что когда я гляжу на современных священников, которые занимаются крещением мерседесов за деньги, о них я этого сказать не могу. для них церковь это место работы. Только. Только, исключительно. При этом знаете, я очень часто читаю современных священников, не только историю. Так вот, если почитать некоторых из них, они до сих пор называют старообрядцев еретиками. я, например, честно не понимаю, если кто-то приходит и что-то меняет, то есть вот те, кто меняет, те раскольники, а не те, кто держат старую веру. Только так. Вы можете, если это интересно, посмотреть фильмы про протопопа вакуума и книги есть про него совершенно шикарные, но вот человек, который сидел полтора десятка лет зимой и летом в холодном срубе и при этом еще писал проповеди, согласитесь, заслуживает уважения. Христианские проповеди. Значит, это достаточно сильный, сильный духом человек. То есть, на мой взгляд, во времена Никона и романовских властей была организована травля веры, за что церковь заплатила революции 1917 года. Как там у Владимира Высоцкого в роли капитана Жеглова? Как он говорил, что есть вина и есть за нее наказание? Вот за Никоновско-романовское гонение веры церковь и ответила революции и расстрелами священников. Вот как-то так. Алексей. Благодарю. Замечательный подвел итог и, наверное, давай уж тогда пожелаем что-то доброе, светлое, вечное нашим радиослушателям и зрителям, чтобы так уже итог не только по теме, но и еще вообще по жизни на сегодняшний момент. Поскольку у нас тема идет о крещении, давайте я коснусь про крещение. У славян, у русов всегда было определенное мировоззрение. Ну, давайте в современных словах назовем это в какой-то кавычках религиозность. Значит, и это наша своеобразная созданная нами за многочисленные века редакция христианской религии, вот то самое русское дыхание церкви, оно стало характерной чертой русской церковной жизни и было таковым на протяжении вот всего существования русского православия. Значит, я желаю всем в первую очередь твердости духа. Жизнь, она по-разному складывается, но если вы будете всегда уверены в себе если ваш дух будет всегда твердым, у вас все получится, у вас все в этой жизни получится, у вас все ваши действия, они обязательно будут успешными, потому что вы верите в них, вы уверены в себе. Это то, что на Западе назвали мудрыми словами маркетинга, менеджмента и прочее, и прочее. Просто человек верит в то, что получится, он лучше просчитывает, у него лучше получается, и он уверен в своих действиях. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо, и в вашей силе духа завидовали все ваши недруги, враги, а у вас все было прекрасно, и у нашего великого славянского народа было великое будущее. Алексей. Благодарю. Полностью с тобой согласен с тем, что ты сказал, и в общем-то особо добавить нечего, кроме как одного, вы получаете только то, что делаете сами. Вот что вы сейчас думаете, что вы сейчас говорите, что вы сейчас делаете, все это так или иначе воплотится в реальности, и вы получите результаты своих мыслей, слов и дел. Поэтому прежде чем что-то подумать, прежде чем что-то сказать или начать делать, задумайтесь, что из этого получите. Не осуждайте никого, не обсуждайте никого, занимайтесь своей жизнью, не тратьте жизнь на обсуждение каких-то там политиков, каких-то там разговоров досужих или какого-то человека. Это жизнь, политика, это жизнь человека. Важно не то, что говорит политик, и не важно, что вы о нем говорите, а важно, что вы делаете. что вы делаете. Важно, что вы делаете. И еще маленькая такая тоже ремарочка. У нас многие часто себя относят к чему-либо, не задумываясь, что это либо есть на самом деле. Например, многие говорят, я отношусь вот к этой религии или я вот такой-то, такой-то там религиозный человек. Но когда начинаешь интересоваться, что вы знаете об этой религии, то, как правило, люди к общим словам сводят весь разговор, весь ответ. Вот так и так. Говорю, ну это же поверхностно все. Глубинета, что там есть. Какие уставы, какие понимания и так далее и тому подобное. И получается, что человек просто ничего не знает об этом. Он так себя называет, потому что все в его окружении так себя называют. Или так повелось, или так ему больше нравится. Это похоже, когда маленькие дети играют, например, если что у нас сегодня, 12 апреля, день космонавтики, вот, например, в Юру Гагарина. Вот Юрий Алексеевич Гагарин, он обладал такой улыбкой и обаянием, обаянием, которое весь мир покорило. Вот просто весь мир от него был без ума. Куда бы он ни приезжал, он становился центром. Вот центром всех людей, всего общества. Вокруг него толпились, там хотели взять автограф, с ним поздороваться и так далее. Это был Юрий Алексеевич Гагарин, наш величайший человек, которым следует гордиться и следует быть таким, как он, в своих устремлениях. Ведь посмотрите, какую жизнь он прожил, как он добивался этого. Это школа. Но таких у нас героев много. Я к чему веду? Недостаточно назвать себя Юрием Гагариным. Вы от этого Юрием Гагариным не станете. Недостаточно себя назвать космонавтом. Вы космонавтом от этого не станете. Мало того, если вы себя назовете электриком, и кто-то попросит вас электрику починить, но вы будете, как в песенке про пьяного ежика, который залез на провода, и что с ним дальше было. Вот из этой же серии. Поэтому прежде чем себя кем-то назвать, здравомыслящий человек обычно изучает ту тему, в которую себя погружает. Но это только связано с жизнью и с общественным представлением об этом человеке. А теперь подумайте, когда вы себя относите к какому-нибудь духовному или душевному направлению. Ну, к примеру, в какой-то религии. Здесь вы уже не только своей жизнью физической, физическим телом можете пострадать. Вы ставите в залог свою бессмертную душу, дух, сущность. Представляете, если вы вдруг и пойдете по ложному или искривленному пути, ввергая себя в то, что на ваш взгляд хорошее, а на самом деле не очень хорошее. Или то, что вас заставит делать какие-то действия, которые не совсем вам угодны. Просто задумайтесь об этом. Прежде чем себя кем-то называть, надо понять, что это такое, кем вы себя называете. Прежде чем свою душу куда-то встроить, свою сущность, дух отдать, необходимо понимать, куда вы и во что отдаете. Вот я думаю, сегодня у нас был очень интересный эфир, где мы рассмотрели интересные такие моменты, из которых, я думаю, для здравомыслящего человека много-много станет чего понятное. А сейчас я всего лишь навсего могу от себя дополнить еще, что у нас 12 апреля 2018 года четверг, по одному из современных календарей это день космонавтики, а по одному из старинных первый день месяца посева и наречения, 7526 лет и четверик. Язычество и крещение Руси. Это тема сегодняшнего нашего эфира, который, на мой взгляд, очень прекрасно изложил Дмитрий Белоусов. В виртуальной студии был вместе с Дмитрием Алексеем Орлов. Прощаюсь с вами. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои, на Народном славянском радио. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова